Вот у нас вопрос для Бхакти-Вигианда с вами, но так как вы его представители, поэтому вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, нужно ли стремиться к получению второго посвящения? Если прошло три года с момента получения инициации и такого желания и потребности получать второе посвящение нет, значит ли это, что я что-то делаю не так в своей практике? Такой же вопрос задавали Ширинь Раджами Махаража несколько раз, его ученики и ученицы, которые испытывали некий диссонанс между ожиданием, что ты должен получить второе посвящение, и, наверное, тем, что они считались смирением. Думаю, ну я же недостойный, я недостойный его получать. Вообще нужно ли стремиться? И Ширинь Раджами Махараж неизменно отвечал на этот вопрос так, он говорил, нужно не стремиться получить второе посвящение, а нужно стремиться стать достойным получить второе посвящение, стать квалифицированным. Вот к этому стремиться нужно, и в этом нет ничего неправильного, потому что ради этого, собственно, мы и получаем посвящение первое. Упанаяна или второе посвящение, его называют, оно упанаяна, хотя технически это относится к возложению брамовского шнура на плечи ученика мужского пола, но в целом, это означает то, что делает нас ближе к духовному учителю. И Шилы Бхактвигянка с вами Махараж завтра, похоже, будет рассказывать о мантре и о яге, как о последних двух ступенях посвящения Панча Самскара. И эти стадии дикши означают доверие духовного учителя к своему ученику и ученице, которому он теперь вручает полную форму поклонения Господу Кришне в виде мантры и в виде божества. Мантры внутри, божество снаружи, но это суть одна и та же личность, одна и та же татва. Иногда у предных такого рода вопрос возникает также из-за неправильного понимания философии. Говорится, что одной махамантры Харе Кришне достаточно, чтобы сделать нас совершенными. Более того, Шилы Джива Госвами говорит, что нет необходимости получать даже дикшу. Об этом говорит также кришнарский вираж Госвами в 15 главе, 108 текст Мадхи Лилы, где он говорит, что Святое Имя Господа не зависит от урожчаренной или каких-то предшествующих или предварительных методов очищения сознания, не зависит от дикши. Шилы Джива Госвами, которого правопады приводят в комментариях к этому тексту, объясняет, что да, Святое Имя Господа и также мантры, дикши и мантры, они не зависят от посвящения, они всегда самостоятельно, могущественны, но от посвящения зависим мы. Посвящение – это способ не сделать мантру более эффективной, как может казаться нам, а это способ сделать нас более достойным, ее принять в свое сердце. И принимаем мы ее в свое сердце и в свою жизнь через то, что кришнарский вираж Госвами, устами Господа Читани Мухапрабу, называет «атмасамарпану». Господь Читания говорит об этом санатами Госвами и Харидасу Таку, объясняя, что до момента, когда преданная получает посвящение, дикшакали, бактакари, атмасамарпану, он или она берет себя в охапку и вручает духовному учителю полностью, его власти, его воли. И что происходит в ответ? Нам же нужно узнать, а что нам за это дадут? Мы себя целиком вручаем, а на что? Ну, во-первых, если мы себя целиком вручаем, то уже некому давать что-то в ответ, просто раз себе вручили уже все теперь, вы уже там и не должны чего-то требовать для себя. Но в этом стихе говорится что-то удивительное. Сейкали в этот же самый момент, тот самый момент, когда мы себя, атмасамарпан, вручаем духовному учителю. Сейкали в этот же момент времени, бакт, Кришна кари тари атмасам, Господь Кришна делает этого преданного равным себе по духовному качеству. В следующем стихе Кришна, Раскаверяш, Господь, объясняет, что такой преданный, благодаря милости Кришны, становится чидананно-мой. Его духовное, его тело одухотворяется для того, чтобы в это тело стало пригодным для служения Кришне. Это происходит уже на самом первом этапе. Тапа, сегодня об этом Господь Махараша рассказывал, огни раскаяния, которым преданный очищается для принятия прибежища духовного учителя. Он также говорил о нами и о урдва пундре, я не буду этого повторять, но что происходит по сути, преданный становится достойным служить Кришне, потому что Господь Кришна, удовлетворяясь его преданием духовному учителю, позволяя теперь такому преданному, вручившему себя его бхакти, служить самому себе. И вопрос теперь риторический, отвечая на ваш вопрос, а как нужно ли стремиться к такому состоянию, чтобы Кришна принял нас достойными служить ему? Это риторический вопрос. В этом цель духовной жизни. Цель дикши в том, чтобы получить возможность служить Кришне. Этот процесс начинается с тапы, поднимается довольно мантры, яги, как сказал сейчас Ватслава, подвещая на предыдущий вопрос, достигаясь совершенства в нашем изначально уникальном положении служения в духовном мире. И две этих формы служения святому имени, на самом деле, святого имени повторяемое на четках в виде джапы, джапа намакит, 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 самкиртан называется в читании череда на те, когда Харидас Токур повторял в начетках джапу, шелк выпады переводит. Он говорит, цинамасанкиртан, он цинамасанкиртан, повторяет джапу на четках. И вторая часть тоже поклонения святому имени в форме божества. И то и другое служит очищению нашего сознания, возвращению нас в свое изначальное духовное состояние. И для этого духовный учитель вначале вручает нас святому имени в качестве слуги святого имени, вручает нам святое имя, которым он сам служит. И когда благодаря такому либеральному, очень великодушному способу служения духовному святому имени, где с маранена калага нет строгих правил приписания, мы достаточно очищаемся для того, чтобы заслужить доверие духовному учителю. Он говорит, хорошо, теперь в дополнение к этому ты будешь поклоняться три раза в день Господу в форме мантры, в святому имени в форме мантры, чтобы усилить твою зависимость от него и чтобы усилить твою привязанность в том имени, как к самому главному в своей жизни. Вот до чего нужна мантра Дикша. А для этого ты должен или ты должна организовать свою жизнь так, чтобы никогда об этом не забывать. Помните, помните раз в день о том, что ты должен провести внутреннюю пуджу святого имени Господа в форме мантры. И вот для этого нужно стать достоинным. И достоинство это или наша квалификация достигается в серьезном повторении святых имен. Господь, нет никаких отдельных одевших методов достижения этого уровня, на котором Духовный Учитель скажет нам, да, теперь ты достоин еще большей, еще более сокровенного служения святого имени и еще большей, более тесной связи со мной. Потому что тесная связь с Духовным Учителем, другой смежный вопрос, очень важный иногда под этим преданные понимают географическую близость. Чем ближе я трусь вокруг Духовного Учителя, тем ближе отношения с ним. Чем чаще с ним вижусь, чем чаще сдаю ему вопросы, тем ближе отношения. Это не так. Я думаю, ученики Духовного Учителя, у которых больше 2000 учеников, должны это уже понять были к этому моменту, далеко не так. А близость, как Шива Пада объясняет в первой песне Бхагаватам, это служение. Он говорит, служение – это самая естественная форма близости с Духовным Учителем. И поэтому, наверное, слишком много сказал вечерний вопрос по сути. Хотим ли мы, чтобы Духовный Учитель был доволен нами и доверил нам самое дорогое, чему сам живет в форме мантры и форме божества Кришны, которому он поклоняется? Если да, то тогда ответ на ваш вопрос напрашивается сам собой. Мы должны стать достойными. А когда Духовный Учитель даст нам посвящение, это не нам решать. Достойными мы должны стать. А даст нам в ответ на нашу квалификацию божество в форме Кришны и мантры Духовный Учитель, когда это произойдет, решать ему. Но это обязательно произойдет, если мы со своей стороны выполним все те ожидания, которые на нас возлагаются с первым посвящением. В общем, вроде бы все так, как Парупад объяснял, попытался воспроизвести, и как неранчному рождачателю этот вопрос тоже попытался вспомнить. Спасибо. Спасибо.